Всем привет, меня зовут Артур, мы продолжаем страдать в Salt and Sanctuary. И знаете, я сделал выбор. Я думаю, что мы с вами продолжим все-таки прокачивать нашу косу. Я немножко покопался в интернете, посмотрел, что конкретно из чего преобразовывается, и как это будет выглядеть в дальнейшем, и понял, что коса мне дико понравилась. Все-таки мы будем качать ее. Все остальное оружие мне как-то не по душе, честно говоря, потому что клеймор идет в чистого воина, в чистого рыцаря, то есть тяжеловесного такого. Мне это не очень по душе, честно говоря. Охотник должен ходить с кнутом и пистолетом, по идее, то есть а-ля Бладборн. Я не уверен, что мне это тоже нравится, поэтому мой выбор пал на косу. Можно еще найти катану, но мне показалось, что коса это самое эпичное, что здесь есть, поэтому я хочу походить с ней. И что в итоге я сделал? Смотрите. Я потратил все серые жемчужины для того, чтобы убрать некоторые навыки. Самое интересное, что я убрал вот эти два навыка, а маг второго класса остался. То есть звенья, скажем так, убраны, но тем не менее это все еще активно у меня. То есть по идее, если я убираю здесь звено какое-то, которое соединяет меня с вот этим навыком, то по идее этот навык должен быть, по крайней мере, он не должен быть активен. Пока я опять не вкачаю это звено, а получается, что навык все равно продолжает быть активным, даже если я уберу, видимо, все вот эти четыре звена тоже, пять. Вот интересно, если я уберу это звено, то все равно будет активно или как? Короче говоря, я не знаю, недостаток это или так и должно быть, но я, когда убирал эти два звена, я рассчитывал на то, что вот этого у меня уже вообще тоже не будет. То есть что оно станет неактивным. То есть я решил пожертвовать этим, ради того, чтобы докачать до вот этого момента. Сейчас сразу это при вас и сделаю, потому что я еще этого не сделал. Нам нужно вот это. Нужен копейщик второго класса, потому что, видите, двуручный класс... Ой, двуручный хват плексов, кос и копий, это вот именно то, что нам надо в этом случае. Чтобы до этого навыка добраться, нам надо качать вот это, это и вот это. Отлично. И теперь у нас, да, коса не должна светиться красным. Отлично. И теперь даже если я буду использовать ее в одной руке, то должно быть все нормально. Угу. Отлично. Возможно, вы мне уже писали по этому поводу. То, на самом деле, я еще не прочитал, потому что это уже четвертая серия подряд. У меня записывается, потому что у меня сегодня воскресенье. Поэтому я отрываюсь по полной программе. Так, а насчет брони... Я не знаю. Я считаю, что нужно уходить в легкоклассную броню. Поэтому в будущем мы, наверное, уберем еще парочку навыков. А конкретно... Во-первых, уберем вот этот навык. Он бесполезен для нас. Бресеркер. Во-вторых, может быть, уберем вот эту тяжеловесную тоже. Но я не уверен насчет этого. Может быть, мы все-таки будем качать тяжеловесное что-то. А в тяжеловесное у нас идет только через... А нет, мы можем пройти еще по вот этой ветке. Да. Можем пройти вот так. Хорошо. Что нам надо сделать сейчас? Сейчас нам надо... Так. Пока что оставляем все как есть. А, да. Я вот еще что сделал. Я прокачал косу. Я прокачал ее на четвертый ранг. Видите? Сразу. Все остальное нам, в принципе, не надо. Я понял, как это работает. В общем-то, мы можем ее трансмутировать. Мы все-таки, да. Мы все-таки действительно можем ее трансмутировать. Только я еще пока не понял, как, честно говоря. Но мы можем это сделать. Возможно, у меня просто нет ингредиентов, нужных для нее. Короче говоря, мы действительно можем это сделать. Мы ее трансмутируем в следующее оружие. И, в общем-то, так ее и доведем до последнего класса. Трансмутировать, видимо, здесь можно любое оружие. Так что... Просто она проигрывала другим оружием. Просто потому, что я не понял, можно ли ее трансмутировать. Но так ее можно, так как и любое другое оружие, усиливать. Это зараза. Я решил, что это то, что нам нужно сейчас. Отличное, быстрое оружие. В общем, я не знаю. Все, что нужно, все в ней и есть. Так, я иду, на самом деле, вот сюда. Угу. Здесь должно лежать что-то, наверное, очень хорошее. Дикий огонь. Ох. Оно интересно. Сгришь в аду. Хо-хо-хо. Любопытно. Ну-ка, еще раз. С ума сойти. Слушайте, это очень... Что-то очень дикое, на самом деле. Вау. А давайте, пускай, пока оно побудет у нас. Подожди, а что еще у нас было? Ох, тихо. Что еще у нас было такое интересное? А ничего. Дикий огонь и теневое оружие. То есть мы можем, ну да, можем качать наше самое... А можно сделать вот так. Можно поставить это сюда, можно это сюда. Вот это же... В данном случае не Dark Souls, где я мог лично выбрать только одну магию. Так, надо выбрать лишнее. Я считаю, что вот... Это и это для нас в данном случае лишнее. Рог... Рог пускай будет. С помощью рога мы возвращаемся. Письмена мы никакие не оставляем, поэтому пускай будет вот так. Отлично. Так, ну все. Тогда у нас остается только один путь, который лежит в эти пыточные камеры. Я, кстати говоря, считаю... О, давайте мы еще по 8 уровням. Почему бы и нет? Сразу два уровня. Наша коса, она скелется... А чего она скелется? Она, по-моему, как раз скелется от силы и ловкости. То есть, в принципе, я не прогадал, да, от силы и ловкости. Я не прогадал, что нам надо качать именно это. Поэтому будем продолжать качать именно это. Так, погоди. Нет. Древо навыков. Так, и на самом деле, где здесь... Ага, вот копейщик 5 класса. Вот нам надо докачиваться до вот этой ветки. Как можно быстрее, я так понимаю. Естественно, что нам нужно делать? Нам надо идти по этой ветке. Ну, вот как раз ловкость мы и прокачаем. Ловкость нам нужнее всего. Мы сразу пойдем вот так. Следующая будет как раз копейщик 3 класса. Потом вот так, 4 и вот так. Отлично. Единственное, что за броню я не решил что делать. Какую оставлять, тяжелую или легкую. Поэтому я пока не знаю. Поэтому походим пока вот так. Так, погоди. А здесь нету? О, блин, здесь нету того, кто нам нужен. Ладно. Тогда придется вот так делать. Вот красный зал клеток. Отлично. Так, ну и в принципе все. Я решил, что нам в каждом нашем святилище нужен все-таки гид. Чтобы мы могли как раз возвращаться с помощью нашего рога. Так, ладно. Пойдемте направо. Здравствуй. Я убил дракона. Дракон уничтожен тобой. А я даже не смог тебе помочь. Прости меня. Думаю, мне нужна новая цель. Прекрасно. На Зиккурат. Или же я должен отправиться в подземелье замка? Моя душа желает забрать все из Диккурата. Но, боюсь, эти вещи принесут одни несчастья. Купол забытых. Место, в котором все еще слышны отголоски боли, горя, страданий и... Ну... Возможно, мне следует пройти через подземелье. Пусть оно и окажется зловещим. Я уверен, оно будет лучше, чем путь через тот проклятый купол. Всякий раз, когда тебе страшно или одиноко, помни, что ты... Свой собственный герой. Кальмаровый щит. Так, погоди. Огромный треугольный щит, целиком выкованный из стали. Борельеп на его поверхности изображает корчащегося кальмара, символ Федерации Каменного Побережья, носимого опытными солдатами в значительной армии страны. Так как холодный, суровый южный континент имеет мало похудных земель для сельского хозяйства, Федерация и входящие в нее государства в основном существуют на рыночной экономике, рыболовство и тяжелой промышленности. Знаете, учитывая, что эта игра вроде как инди, то есть сделана малыми силами, скажем так, историю все равно не продумали. Мне нравится. Так, ну мы пока туда не пойдем в любом случае, мы пойдем сюда. У нас еще дела есть и здесь. Тихо. Думаю, что наша... А, точно. Думаю, что наша коса нам как раз покажет себя здесь в лучшем свете. Отлично. Так, а мы пришли как раз с этой стороны, да? И идти нам в эту. Так, дай-ка пробуем вот это сделать. Класс. Это реально классная штука. От заразы. Слушайте, а не так уж много осталось снимать. Это потому, что у нас прибавилось вынусливости и теперь эта магия снимает не так много вынусливости. Ну да. Все правильно. Класс. Нет, ну коса, она динамичная, конечно. Мне это очень нравится. У меня еще как-то получалось делать интересный удар. Не знаю, как конкретно это получалось. Он на месте дел, ну, в общем, крутил ей как-то. Не совсем понимаю, как он это делал, правда. Ты еще что такое? Мы еще какой-то башный щит подняли, кажется. Да, башный щит тип 46. В высоколигированной стали. Массово производится в Федерации Каменного Бережья путем промышленного литья в песке. Эта модель создана для тяжелых пехотинцев в огромной армии страны. Постиметаллическая структура отражает множество минеральных ресурсов Каменного Бережья. Постоянный дефицит древесины военного класса. Угу. Ну да, точно. Ну хват у нас будет всегда, скорее всего, в две руки, так что... Так, погоди. Зараза. Я, конечно, не уверен, но, по-моему... Оу! По-моему, я мог выжить. Хорошо. Этим ее не достать. В таком случае будем... Давайте сделаем так. Давайте мы ее приманим. Ой, не так. Зачарование, кстати говоря, работает... Тут ты посмотри. Напоминает рипера из... Этого... Из костреваний немножко. Зачарование работает так, что оно действует, видите, на косу и вообще на все оружие. То есть, в принципе, зачаровываете руки, скажем так. И оно работает везде, на все оружие, которое вы возьмете в эти руки. Как же мне получалось так сделать? Я не совсем понимаю. Не знаю, он как-то так крутил оружие в руках, что... Мне это очень понравилось. Не знаю, как это повторить, но ладно. Хм. Если я туда сплю, скорее всего я умру. Брянский тигель. Судя по всему, когда мы берем что-то новенькое в инвентаре, то оно автоматически становится на быстрый слот. Не очень хорошо. Хотя нам стоит туда поставить гранаты. Какие-нибудь. Пустим вот... Либо эти, либо вот эти. Вот эти пускай будут. Они могут хорошо выручить. Коса вот сейчас себя показывает просто отлично. На мой взгляд. Ого. Смотрите, вот это вот то, с чем он ходит. Я видел, что можно как раз прорейдить нашу косу до вот такого вот состояния. Какого-то вот товарища. Тихо. Ручи. При этом наша коса еще дает несколько уронов. То есть она дает огненный урон, обычный рубящий урон. И при этом можем зачаровать ее на урон тьмой. Это вообще шикарно, по-моему. Тихо. Ловушка. Огненный шар. Пыли делать я идти. Иногда появляется еще более бесмысленное сообщение, чем в том же Дарке. Но я понял, куда мы вышли. Мы здесь были, по-моему. Разбуйничий проход. Да, были. Тихо. Проще тебя вот так убить. Я, честно говоря, не припоминаю этих мест. Вроде как и были, вроде как и не были. Да, мы здесь были. Здесь разграбленный этот. Угу. Остался у нас позади один чувак, которому надо было отдать землю. Помните? Я уже говорю по поводу этого штриха. Но я так и не понял, где землю эту ему достать. То ли мы ее уже пропустили. Возможно, вы мне уже об этом сказали, правда. Я не знаю. Так, подожди. Слева там ничего не было? Хоть бы нет. Знаете, что надо было сделать? Надо было у торговца купить поэмы. Офицерские. Потому что именно за эти поэмы можно было... Можно было улучшить косу. А у меня их нет. Этих поэм. Безумный впереди. Получить веселье. Хе-хе. Отлично. Кто именно безумный? Так, подожди. А мы же можем сделать... Мы же можем сделать вот... Вот так. Ага. Теперь у нас преград не так, чтобы много на самом-то деле. Ого, господи. Так, что это такое было? Слушайте, а мы можем, по идее, использовать еще граммовый болт? Но я не понимаю, почему мы не можем его в руки поставить себе? Огонь можем какой-нибудь. Это тоже можем, по идее. А вот... Это не можем. Ладно. Так, где та штука, которую мы только что взяли? Вот она. Тяжелый железный тарджет, созданный из каданинского болотного железа и украшенный барельефом дракона. Неизучные земли... Неизучные земли племен Кадании, как оказалось, содержат богатые залежи некоторых ценных руд, что привело к росту числа будущих предпринимателей из промышленных стран, вроде Маркдора и Каменного побережья, договаривающихся с местными вождями о правах добычи на их территории. Так, а что насчет? Окей. Тут даже не появляется магии огня. Тоже имеется в виду ту, которую мы только что поняли. Я не знаю, по какому принципу оно работает, то есть что мне нужно сделать, чтобы поднять в руки тот громовой болт, например. Не понимаю. Ну ладно. В принципе, мне понимать это не сильно надо, потому что я не собираюсь с ним пользоваться в принципе. Так, где Безумный? Господи, что это такое? Что за... Что это было? О! Он сейчас нас убьет! Твою мать! Это они такое делают! Подлюка! Они когда поднимают руки, сразу можно определить, что они сейчас не собираются подвесить. Понятно. Не, ну враги, конечно, очень классные здесь. Так, я до него не дотянусь. Лучше подождать, потом самка не спустится. Прыжок. О! Ах! Я все-таки умудрился здесь умереть еще раз, представляете? Я просто... Пока бежал, я забыл, что это находится именно здесь. И в итоге умудрился упасть и просрать все 11 тысяч сули. Но ничего страшного, просто потому что эти 11 тысяч мы именно здесь и собрали. Так, значит, что нам нужно? Нам нужно зайти и... Идея, просто... Прыгнуть. Угу. Я уверен, что если здесь придется проходить еще раз, то я умру еще раз и еще раз. Ох ты, зараза. Тихо. Я, пожалуй, перепрыгну. Ох ты, зараза. Заново, это нифига не хардкор, это челлендж. Это челлендж, да, то есть я должен знать идеальную игру, чтобы пройти ее, допустим, с одного раза. Но это не хардкор, это просто челлендж. Отлично. Тати, солдатская ПМ, а ну-ка. Необычно легкий и грациозный меч, сделанный из складной кархинской стали. Его слегка изогнато лезвие имеет волнистый рефлюленный рисунок, напоминающий морскую волну. Да-да-да-да-да-да, это и есть этот самый катана. Ну-ка. Мы в сайт примерно такой же, как у косы, но я решил, что мы пойдем с вами в косу. Вот так, отлично. Так, я предлагаю подлечиться и, наверное, пойдем-ка наверх. Я, на самом деле, идущий сюда с мыслью о том, что здесь должен быть где-то срез. Срез до светилища, по идее. Потому что если идти от светилища... Нет, стоп, если идти от светилища направо, то там нифига не срез, да, тут вот это. Ну, в принципе, да, если теперь идти от светилища направо, то мы как раз попадаем в срез. Все хорошо, да. Значит, этот товарищ решил либо идти сюда, либо идти в Зикурат, да, но мы, получается... Может быть, пойти тоже в Зикурат? Он пойдет сюда, допустим, а мы пойдем в Зикурат. А если он пойдет сюда, он здесь помрет? Нет, давайте мы все-таки пойдем, да, исследуем катакомбы эти. А мы не можем. Хотя нет, секундочку, там, по-моему, с другой стороны что-то было. Так, погоди, прыгать надо. Я боюсь еще прыгнуть рано. Чтоб не зацепить головой потолок. Но здесь, похоже, сделано не так. То есть, если я здесь прыгаю, то головой потолок вроде бы не цепляю. А, погоди. Да, все правильно, да. Слушайте, проще было бы вернуться все-таки через светилище, по-моему. Все. Ладно. Вот, вот сюда. Нет, коса меня, конечно, радует. После того, как я ее прокачал, она стала очень хорошая. С двух ударов. Что может быть лучше? Секрет впереди. Да, я как раз хотел его и проверить. Гнусный амулет. Ну-ка. Едкий амулет, окрашенный в зеленый цвет и обернутый корнями, пропитанный ядом флора и фауна, процветает в самых глубоких, самых темных лесах континентов. Большинство умны, чтобы избежать подобных опасностей, в то время как другие находят странную отраду в очистительной разрушительности леса. Добавляет урон ядом к атакам. Но, нет, меня больше всего привлекает урон именно огнем. Поэтому и мы будем пользоваться. Вот у этого, кстати говоря, врага есть один баг. Я заметил, когда возвращался 250 раз на то место смерти. Когда мы его убиваем, вот вы слышите, что он загорел, да? Если мы успеваем ударить еще раз, как бы, когда мы бьем вот этих товарищей, мы можем их бить, пока они не исчезнут. Помните? Там расчленить их или еще что-то в этом роде. Вот, вот как я это сделал? А, слушай, как я понял, как я это сделал. Короче говоря, если мы ударяем его третий раз, в нашем случае третий, то он еще какое-то время летает. То есть он уже умер, но он летает, может призвать маги, а потом просто исчезает. Из него даже уже все выпало, но он потом просто сам исчезает. Как я это сделал? Видели, он сделал с таким крученный удар какой-то. Я не совсем понимаю, как конкретно. Как-то случайно. Ну ладно, надо будет с этим разобраться. Очень зрелищный удар, я хочу научиться его выполнять нормально. Господи. Я плохо придумал. Тихо. Гори в аду. Дверь впереди. Действительно. Ага. Солдатская ПМ-а. Солдатская. Нам нужна, по-моему, по-моему, и офицерская, да, для того, чтобы прокачать дальше кос... А, я не уверен, стоит ли ее качать. Имеется в виду, что, да, я ее проточил, но я ведь собираюсь ее транспортировать, транспортировать в следующий какой-то этап, но... Получается, что все ее прокачки не пропадут ведь. Правильно? Ах, зараза. Короче говоря, у нас здесь все валятся с двух ударов в данный момент. По-моему, это отлично. Так, я понял. Очень много статуэток. Я не уверен, что они все нам... Хотя нет, вот как раз гид нам нужен. Если мы будем захватывать святилище, то вот как раз гид нам нужен. Кстати говоря, если мы будем захватывать святилище, у меня есть такое подозрение, имеется в виду именно чужие святилища. Я уже, по-моему, говорил по этому поводу, не помню. Но скажу еще раз. У меня есть подозрение, что это будет считаться грехом как раз. То есть захват чужого святилища, это, наверное, будет как раз тот самый грех, который нам придется, по идее, снимать потом у... этой... хранительницы огня. А, погоди, а я понял, куда мы сейчас выберемся. Да? Нет? Да. Наверх это как раз будет... выход к святилищу. Кстати говоря, очень неплохое решение будет. Вернуться к святилищу, чтобы пополнить запас теплых булочек, а потом вернуться на место. Я, честно говоря, еще хотел бы, наверное, вкачать соль, которая у нас есть. А, и давайте, знаете, что сделаем? Давайте-ка мы вернемся... Так, пока что ничего здесь делать не буду. Давайте-ка мы вернемся с вами в... Дрожащ... Нет, подожди. Деревня улыбок. Где у нас... Вот, в затонувшей крепости у нас был алхимик. Я хочу посмотреть, может ли алхимик сейчас нам что-то сделать. Может быть, я что-то нашел, что нужно? Провести трансмутацию. Вот. Что-то я все-таки нашел. Все, что мы можем сделать... А у нас нет янтарного идола. Вот, ухо расколотого фехтовальщика. Нам нужно было, чтобы сделать из нее косу войны третью. Третьего уровня. Слушайте, а получается, что когда мы усовершенствуем косу, потом проводим трансмутацию, возможно, тогда она трансмутируется, но на уровень меньше. Так получается? То есть, она у нас четвертого уровня, а потом будет следующее. То есть, я порожу трансмутацию, и она становится там косой такой-то третьего уровня. А потом косой второго уровня, если я ее решаю, дальше не качай, да? Так получается. Так, я могу тебе что-нибудь отдать, наверное? Ухо мучителя. Ухо мучителя мне, наверное, не надо. Можешь забрать и дать мне, в общем-то, теплую булочку. Да. Отлично. Так, а что я хотел сейчас сделать? Кроме как прокачаться. Что-то я хотел с алхимиком сделать, я забыл что. Янтарный идол. Где взять янтарного идола? Я так понимаю, что тут, кстати говоря, скеллинг будет уже немножко другой. То есть, от ловкости, от силы будет меньше, чем сейчас, видимо, да? А, я хотел ее проточить, точно, я хотел ее проточить. Точить ее надо в нашем первом святилище. Да, елки зеленые. Мне очень кажется, что надо от этого самого, от монумента делать путешествие, а не от гида. Непривычно. Так, дрожащий берег. Ну-ка. А, она точится приказами лорда сейчас. Ну да. Вот приказы лорда надо волок... Они точатся за 2500 сули. А приказы лорда стоят достаточно дорого, наверное. Надо найти того... Господи, торгаша из подземелья. Дело в том, что он ушел. Да что ж такое-то? Он просто ушел с того места, где был дракон. Теперь его надо исходить в другом месте. Я понятия не имею, где. Так, погоди, нам надо красный зал клеток. Угу. У нас теперь семь булочек. Это просто отлично. Ну, мне пока что нравится, как оказалось, наш персонаж. Не без косяков, конечно. Мы влили очки туда, куда нам не нужно. Но, тем не менее, мне нравится. По крайней мере, мне нравится то, что мы определились с выбором оружия. Еще бы определиться с выбором этого самого доспехов, чтобы можно было продолжить их качать. И было бы вообще идеально. Для того, чтобы определиться с доспехами, мне надо найти какие-то подходящие такие, чтобы понравились. Чтобы прям захотелось их качать. В момент добивания. Слушайте, а я там с тучием ничего не упустил за спиной? У меня такое ощущение, словно я пропустил. Имеется ввиду, ушел направо. Можно было уйти налево еще или нет? Кстати говоря, можно было спрыгнуть просто. Имеется ввиду, можно было спрыгнуть на стенку и сделать от нее отскок, по идее. Я бы смог бы выжить, не бегать столько. А вот там я, скорее всего, умру. Так, здесь надо быть крайне аккуратными. Да, отличное начало. А, смотри, они теперь почти что-то одновременно... Да что ж такое тут? Отлично. Я, правда, два раза все равно наткнулся, могу уже 250 раз пробежать. Ну ладно. Главное, что получилось именно пробежать, не задев их. Ага. Я понял, хорошо. Давайте-ка попробуем вот в полете зацепиться за стенку. Это получится сделать? Пока что не получилось. Это из того же разряда, что будет, если я буду в полете бить косой, Просто проводить удары какие-то. Смогу ли я выжить? Ага. Ага, я понял. Зараза. А, то есть им хватает одного удара и они догорают от огня. Это же просто отлично. Это же лучше, чем я думал. Стальная кираса. Опять тяжелая броня. Да что ты будешь делать? Тяжелая броня второго уровня. Ну, не знаю. Серьезно, очень много нам дают именно на тяжелую броню всего столько, что так и хочется начать качать ее. Но мне кажется, что если я это сделаю, это будет неправильным решением в принципе. Ага, этот умер с одного удара. Но зато умерся. Видите, это то, о чем я говорил. Он умер, но так вот, так как он попал под ловушку, его это, скажем так, воскресило на некоторое время. Ну да, только против огненных это не позволяет никакого эффекта наше огненное зачарование. Обугленная кукла. Деревянная кукла, солдат, деревянная кукла. Солдат хранил ее как напоминание семье, которая ждет его дома. Ага, может использовать для воспоминания. Я понял, хорошо. Сого рода воспоминания. Эти твари очень гнусные, имеются в виду демоны, потому что они сразу вылазят из не пойми откуда. То есть, ты не знаешь, есть ли они здесь, нет, и здесь нужно быть внимательным. Так, это не хреново. Да, вот именно из этого. Не смогу с ним ничего сделать, пока я глаз не убью. Глаз я смогу убить, в принципе, вот так. По идее. Вон, зараза. Да. Неэффективно. Вот, наш следующий апгрейд косы должен выглядеть именно вот так, по идее. хотя мы можем выбрать либо коса войны, либо вот такая, как у этого товарища. Они, по идее, одного этого же класса. Но, что из этого будет лучше, я, честно говоря, не знаю. Возможно, от, блин. Возможно, одна коса как раз будет скилится от ловкости, другая от силы. Или же, может быть, одна будет скилится только от силы, а другая от того и от другого. Так, погоди. О, ты снова здесь? Я должна была найти это место. Мой клинок жаждал крови, а сумка золота. Забавно, хотя, как раз из-за золота и застрял здесь. У меня была работа в сопровождении дворянина через море. Я и работа? Да, мая смесья. Ты же знаешь, я вор, я обычно битая в сомнительных местах, но я лучшая. И мои слуги потребовались для этой секретной королевской миссии, потому что я лучшая. Но мы разбились возле этого острова, не зная, что случилось с тем знатным ничтужеством. Да и какая разница? Скорее всего, он мертв, и если я когда-нибудь попытаюсь вернуться домой, то я поплачусь за это головой. И что остается бедной воровке? Собрать все, что смогу найти, загинуть все золото, все свое добро в лодочку и отплыть на каменное побережье. Каменное побережье лучшее место для получения дурной славы для кого-то вроде меня. Каменное побережье, говоришь? У нас в целом тоже было задание сопроводить какого-то знатного товарища, но наш выбор пал на в общем-то пора и чисто теоретически чисто теоретически нашей главной задачей было кушать-варить на корабле. Так, погоди, есть ли? Ух, мать! Плохая идея! Надо было делать вот так вот по идее. Ну да. Есть. Хе-хе-хе. Только теперь я не... О, отлично! Мы можем сбросить какой-то навык. Надо сбрасывать магический. Интересно, они должны уметь пролетать через стены. Тихо-тихо-тихо-тихо. Надо действовать медленнее, но аккуратней. Раз. Просто. Только не упади, я тебя умоляю. Да! Ха-ха-ха! Отлично! Безжалостное кольцо. Изящное металлическое кольцо, выкованное из крохотной металлической цепи. Постоянная физическая активность со временем может утомить, но эта волшинная безделушка создана для минимализма такого эффекта. Снижает потребность потребления выносливости в бою. Это увеличивает скорость перекатов. Даже не знаю, что лучше. так, здесь, в принципе, то же самое правило. Тихо-тихо-тихо. Отлично. Там опять этот туманчик. Так, ну и тем не менее, я понял, куда это нас выведет. Да, по идее... Угу. Вот к этому самому месту. Проход крана. Здравствуй, ценитель прекрасного. Ты так хотел найти нас. Как ты уже знаешь, мы представляем секрет... представители секретного общества. Так же мы хранители самой главной истины. Какую истину мы храним? Все чем просто. Нет ничего прекраснее богатства. Плоть начинает гнить, потом сползать с костей и в конце обращается в пыль. Но что же золото? Сейчас оно украшает мое тело, а когда начнет сползать в мое плоти, золото даст мне жизнь. Почему меня так беспокоит недолговечность плоти? Что же, друг мой, есть одна причина. Мы все заражены серой гнилью. Золото нас успокаивает, это наша чудесная защита. Пророк одарил нас золотом, дурак одарил вином. Кем они были, людьми или богами? Кем бы они ни были, именно они сохранили этот очаг человечности. Золото дает нам свет, вино дает нам тепло. Как я могу жаловаться на гуисти, когда мое сердце хочет петь от счастья? Должны ли мы торговать за золотом? Хорошо, что ты можешь мне предложить? Маску великолепия, которая вообще дробящего урона не защищает, поэтому оставь ее, пожалуйста, себе за такие деньги. Значит, ты представляешь собой еще инковенант, да? Белого красное вино, понятно? Хорошо, давайте вот что мы сделаем, давайте мы поднимем на два уровня. Я просто все время оставляю некоторое количество соли для того, чтобы произвести потом трансмутацию, потому что я не знаю, сколько мне понадобится, сколько там, две с половиной тысячи, да, говорили, но я просто хочу потом ее еще проточить, поэтому я оставляю так, чтобы хватило на все. Так, древо навыков, давайте-ка мы вот что сделаем, мы сбросим, что будет, если я сброшу мага первого класса? А вот мага первого класса сбросить я не могу. Пока, видимо, не сброшу. Погоди, я этот навык не могу сбросить. Этот могу. Не вкачать, не сбросить, что-то я с ними ничего сделать не могу, это странно. А, наверное, я просто не могу сбросить основные навыки, да? То есть, вот, например, вот этот сбросить я, наверное, не смогу. Смогу. Вот этот не могу сбросить, этот не могу сбросить. То есть, я понял, то есть, я не все навыки могу сбрасывать, получается. Интересно. Но могу сбросить эти четыре, по сути. Либо же сбросить, да, берсеркера могу сбросить. Это мне тоже не надо. Но она дает одно очко силы, поэтому это мне нужнее, чем очком магии, по идее. Поэтому вот это я по-любому сбрасывать буду. Значит, все-таки это не бака фича, скажем так. Хорошо. Так, что нам нужно? Нам нужно поскорее дойти до копейщика 5-го класса. Значит, что мы сделаем? Прокащим вот это. И это я не могу прокачать, потому что мне их вот это на жемчужины. Понятно. Значит, пока что дальше мы не качаем. Ладно. На этом мы закончим эту серию и продолжим уже в следующей. Я надеюсь, что вам понравилось. Все. Всем пока. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok